добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня видео это тег который называется на игле исповедь вышивальщицы или раз покаяние вышивальщицы до кающейся вышивальщицы можно так назвать вот так я камеру как-то установила не знаю по моему 5 верх ногами получается диетом уж ладно я переверну видео монтаж когда монтаж будут делать если что не так что-то я вроде бы так то так ставлю за почему-то у меня все время вверх ногами получается вышивая ангела рождества надеюсь мне хватит зарядки и никто не будет меня отвлекать и звонить в этот момент как всегда вот все знать так именно и бывает вот и этот забыла сказать что этот так этот так я нашла на канале у не на крестики но она пишет что здесь меня вдохновило видео елены пуши может быть это елена пуши надо еще раз прочитать и там в инфобоксе я все укажу правильно вот итак первый вопрос здравствуйте меня зовут марьяна я вышивальщица второй вопрос ваша любовь к вышивке это зависимость как долго она длится уже я думаю достаточно долго длится где-то с года с девятого с восьмого но зависимость наступила позже чем я начала вышивать в восьмом девятом году я была сначала как сказать незапойная вышивальщица вышивала там где-то один-два процесса за зиму я потихоньку не торопясь но в этот период я еще делала много чего другого из рукоделия по моему этому вязала еще и естественно шила еще полно всем чем чем занималась как бы вот так прям именно только вышивка у меня такого не было еще мне тогда дети учились в школе была средняя младше уже в старших классах была средняя еще только-только пошла с восьмого года в школу да там мы все сидели занимались восьмой девятый класс потом у меня сын пошел здесь десятом десятом году он десятом до школу и так получилось что там я тоже все время уроки делала вот когда многие девочки пишут что времени не хватает это конечно девочки которые скорее всего еще деть маленькие у которых школу ходит уроки делать надо естественно я их понимаю прекрасно что в этот период времени какая там вышивка сколько там времени есть пока дети там школе пока где вот ну и вышивкой занимался уже когда вот все мы сделали все дела все уроки вечером тоже полно ну даже чуть 8 самое ранее на на если после 9 только поэтому я потихоньку вышивала сколько могла вышить вот и была такая скажем правильная вышивальщица одного процесса один купила набор один вышила потом следующий такого и ну если бывало что кто-то что-то подарил тогда конечно у меня был запас вот одного набора еще вот такие были вот такая была я вышивальщица но сейчас примерно шестнадцатого года уже получается четыре года шестнадцатый ну не будем шестнадцатый читать потому что это был конец года но вот семнадцатый восемнадцать девятнадцатого уже четыре года можно сказать что да уже как запойная вышивальщица маньяк маньяк мне так нужно называть вышивальный маньяк точно хэштег есть такой в инстаграм вышивальный маньяк это про нас наверное запойных вышивальщиц вот не дня без вышивки как говорится с тех пор даже в дороге даже когда сидишь где-нибудь и думаешь в больнице в очереди скажем сколько я могла крестиков вышить за этот период зря собой что-то там не взяла ну просто как бы да действительно какая-то зависимость наверное вот четвертый вопрос как долго вы можете не вышивать чтобы не ломала последний раз я долго не вышивала вот когда болела где-то примерно 12 дней получилось у меня вот и не ломала честно слово ну потому что не до вышивки было болела сильно там даже у меня другие мысли были в какой-то момент думал так лежала уже когда температура там спало мне где-то на девятый день думаю можно уже повышевать потом думаю не хочу не вышивать не снимать ничего не буду делать вот все брошу буду вот так лежать у меня и сил не было тогда да нет вот как знаете как в том анекдоте несколько секунд летела столько дурацких мыслей в голове было тоже всего-то там 12 дней болела столько дурацких мыслей в голове было вот но на какой 12 день по моему 11 12 день я там уже как раз посылку получила и вот решила заняться хотя перенабором что-то начала при ужаса соображать это вот как-то уже получше видимо стало 12 12 дни я на 12 день я уже даже сидела там за компьютером а так я вообще вот прям вот лежала лежала ничего не делала целый день день и спала целыми днями вот все эти дни вот и тогда вот не вышивала и меня даже не ломала а так вообще конечно вот если я например куда-то еду в город там по делам все я про вышивку не думаю в гости когда ходим вот в когда на этой неделе в понедельник гости ходили как-то да если я дома конечно уже не хочется все дела по-быстрому сделать все за вышивку тогда начинает ломать вот так я тут какой-то вопрос пропустила кто подсадил вас на иглу вода это был третий вопрос на иглу меня подсадила могу сказать наверное дочь потому что там молодости в детстве вышивала до пробовала училась как-то но потом это все ушло забылась как не вышивалась и вот никакого интереса не было к этому его дочери восьмом восьмом девятом году наверное восьмом что тут у нас в девятом году да это был восьмом девятом году у нас забыла конференция большая республиканская в нашем селе тут благоустройством занимались вообще все не знаю все перевернули переделали было очень красиво с тех пор прошло девять лет тут можно снимать разруху послевоенную вот и тогда вот как раз в школе надо было там чтоб картины детей там ну как ручная работа все такое было и раздали там эти наборы для вышивания и по-моему чудесная игра выиграли то алиса лебедь одинокий там вот она вышивала это сидела ей надо было это вышить долго направо вышивала и я все смотрел на нее смотрела и спрашивала интересно неужели так интересно сидишь там ковыряешься я уж как-то все это забыла она говорит да интересно попробуй попробовать вот и тогда вот я решила попробовать но не наборчики сначала там подбором ниточки покупал конку решила вспомнить старую свою вышивку гобеленом стежком я вышивала первую свою работу сто лет назад еще молодая была не замужем и вот я решила эта схема господи вот я сейчас сейчас я вот сижу и говорю ой такая схема ужасно мелкая как тут выше а тогда такая схема у меня была для вышивки вот этих воробьев до журнал назывался работница и селянка белорусский такой журнал был мама когда-то все это покупала выписывал и покупал эти журналы и там вкладки были вышивка шитье рукоделие всякое было вот это не там была такая схема черно-белая ну такая мелкая боже как я по ней вот первый раз еще и второй раз умудрилась выше там этих птичек подарила их как раз сестренки на день рождения эти два сюжета вышла и подарила ну и вот с тех пор понеслось короче говоря вот это вот было восьмой девятый год а сейчас я помню фотографии мы найти где эти фотографии у меня сохранились может там даты стоят не знаю вот сейчас точно не вспомню но вот дочь мне подсадила также как и в шестнадцатом году можно сказать снова вернула пинком назад вышивку вот дальше 5 6 вопрос уже нет пятый ваши близкие страдать вашего от вашего хобби наверное с больше всего конечно муж страдает от моего хобби как он всегда говорит мой что маньяк я что целыми днями только и вышиваю да кто только все остальное делает вообще непонятно наверное домработница тайная живет у нас вот но это какая-то знаете такая мужская на на капризы или мужская какая-то так а что я вышиваю вообще уже не то что на ревность какая-то бывает мужчин живут прям что все целое должна женщина быть ему что женщина должна только быть увлечена и озабочена вот так я не могла сказать что все прям страдают ну да по всему дом там станки вышивка правнее раскидывать не стараюсь конечно уголочки свои создаю все но больше так вот никому не мешает никто от этого больше не страдает вот как в том кино до пострадавших при съемке там животных людей не было дам то так у нас пострадавших при вышивке такого и или другого сюжета нет вот в общем не могу сказать что прям так сильно страдают все от моего хобби вот нигде так что прям спотыкались или еще что-то или на иголку сели и потом ворчали такого нет дальше шестой раз семья в курсе сколько денег уходит на ваши хобби деть примерно нам догадываются ну и муж тоже скорее всего как это не в курсе конечно в курсе но как я говорю молчат поброт делали поброт делим и разошлись все на этом седьмой вопрос вас пытались вернуть в общество нормальных людей не крестикозависимых никто меня не пытается вернуть в общество нормальных людей поздно уже да и как бы некому наверное все снисходительно относятся к моему хобби в общество нормальных людей никто не пытается меня больше вернуть наверное решили что уже бесполезно смысла никакого нет пропащий человек посидит на игле пусть значит сидит в секте крестиков креста и иглы на это сектор креста и иглы назовем ее так вот не знаю даже таких случаев не помню чтоб никто там говорил что ты фигня страдаешь занимайся чем-нибудь другим вот так восьмой вопрос тяга к глен ты вообще к рукоделию это призвание или воспитание или влияние окружению честно сказать к рукоделию тяга призвание призвание это вообще профессия до когда человек занимается и если например рукодели это ваша профессия тогда это призвание если вы просто рукодель тогда это хобби скорее всего вот ну и тут не могу сказать что это призвание воспитание может быть до влияние окружения я не могу сказать у меня прям мама например такая рукодельница была прям от и до нет она шить умела вязать тоже но так прям чтобы как я как маньяк там только шила только вязала такого не было она когда-то там умела шить когда-то что то нам детстве шила вот так по дому что-то подшивал пришивала зашивала вот я помню что она что-то шила вот такая машинка у нас была знаете это ножная да мы помню тумбочка раскрывался наставил в коридоре двухкомнатной квартиры она когда начинала шить мы сестренкой за машинку эту залезали там когда тумбочка раскрывается и играли что мы едем в поезде где-то вот это я помню вот что она там шил я вообще суть честно сказать даже не помню там она костюмы новогодние нам шила да вот так я потеряла номер 762 вот этот костюмы нам новогодние например шил к новому году там ну вот пока вот мы маленькие были что-то нам шил потом она что-то все это как-то запросилась иной раз даже уже мне когда уже тут замуж вышла в дети мои маленькие были мне привозил шить что-нибудь и мне игру и так вот времени нет ты же умеешь сама шить и не хочу вот и все тебе же проще типа да хозяйство дети конечно было проще вот как-то вязание но вообще потом забросила бабушка у меня умела хорошо вязать крючком и вообще на спицах она вязала вязала нам любила знаете вязать носки варежки что я вообще терпеть не могу и всегда я пока бабушка была живая никогда носки не вязал я пряжу покупала и возил ей хитрая да такая вот в основном она вязала шали пуховые платки вязала палантины на я не знаю как то она так вот получал я продавала на нет ли их может так найти немного я помню как они там бегали с подругой пух где-то добывали как-то не сильно распространено так было раньше здесь чтобы там купить надо было еще где-то там заказать кому-то вычесывать это все надо было у нее там чесалки были прялки были у нее сначала такая ножная была прялка у кого-то она там все убрала потом он купил электрическую помощь не была прялка электрическая ой а куда там наделась интересно может стоит на ней на прилам и на это что-то там было что они так пух по моему не мыли это на одеяло когда стеганое делала то конечно не так за пачку чая кому-то делали там раньше деньги там брали чего не не брали друг по друге по дружбе все это делалось и мне она делала тоже не пуховая шерстяное одеяло мне как приданы сестренки такие при одеяло были шерстяные из натуральной шерсти мытая шерсть что-то помощь нам мыла все это чесала это все потом одеяло делал и когда первую дочку ждала она тоже одеялка детская сделал вот именно шерстяное теплое одеяло было заворачивать вот правда потом конечно же это одеялка по-моему напала моля один прекрасный год даже стирать то его не постираешь сильно но садилась что-то я стирала вроде как-то сейчас не помню вот а нет это не не детская одеялка где она на его отдала по моему сейчас это матрас был такой вот действительно там лежал он уже не в кроватке брали потому что мы уже потом это вот свекровь делал матрас из натуральной шерсти тогда как-то тогда нас не боялись же ничего этого аллергии не было ее такой какой-то у детей потом уже я купила такой матрасик пить детский вода будет лежал уже там в чулане позаводилось что-то вот в том шерстяном одеялка по-моему отдала кому-то шерстяное это вот так что бабушка в основном таким занималась не мама мама так я же говорю по необходимости всем занималась когда нужно было что-то носки вот тем более она не обязана умеет все это вот мы ее заставляли для правнучки вязать дочка искала ты же вам ты же прабабушка должна вязать давай бежи вот она не любит она это как там ничего такого сейчас вообще дальше так в общем что я думаю тебя как игле да и вообще к рукоделию это скорее всего наверное не каждый же даже если вот в доме есть там рукодельница какая-то вот например я у меня дочь старшая до вышивая там младше как бы она умеет но к чего но как это сказать пока пока не к чему к такому что прям вот рукоделем рукоделем заниматься нет может пока и некогда я вот сколько себя помню с детства постоянно что-нибудь рисовала вязала шила постоянно у меня даже тетя моя которая в прошлом теге рассказывал она всегда называла меня выдумщица ну ты выдумщица вот так что это вот как там с этим надо родиться надо мне кажется так же как бы вот например художники они же не у них же не у всех там в семьях художники сплошные да тоже так и здесь вот что-то вот где-то между всем этим вот ну и в некоторых случаях возможно воспитание влияние к влияние окружения возможно там с детства приучают ну как раньше даже да все правильно нашла где как раньше же всегда в семьях воспитывали девочку приучаю к рукоделию с детства да там должна была себе придана обязательно шить вышного навязать вот это как-то испокон веков на навелось вот просто с годами все это утратилось и скорее всего где-то в каких-то моментах у кого-то это возникает по зову как бы сказать предков да вот скорее всего это ну возможно это так дальше девятый вопрос самые любимые места для вышивки самое необычное место в котором вы занимались вышивкой такой интимный вопрос да вам не как вам не кажется самое необычное место так самые любимые места для вышивки вот я сейчас всегда мы вышиваю в зале в своем кресле старом советском да которые мне как как говорит молодежь подогнала мама вот сейчас это мое любимое место и вот сейчас я вышиваю в таком же кресле сижу мне два они удобные для вышивания и здесь мне нравится еще в комнате что здесь свет вот сейчас падает я сейчас это сижу вам вышиваю вам конечно же падает тень от меня потому что я напротив окна сижу вышивать здесь удобно на 18 канве очень что последнее время может после болезни такое мне тяжело стало 18 канва теперь тем более обнаружил что мне зрение уже почти минус 3 вот и там наверное уже ноль сколько-то плюс есть на очки я принципиально плюс не ношу еще пока чтобы продержаться же решил как можно дольше без очков пока это возможно на диване вот я купила станок от босс да этот держатель хотела чтобы прям сидеть на диване но вот может быть здесь жестковат какой-то плотный такой диван у меня я как-то рассказывал в прошлом теги и что я упала сломала кубчик вот мне именно сидеть долго вытянув ноги хорошо вроде удобно да но именно почему-то там мне как-то не комфортно становится на кровати я сидела как-то те дни когда уже там ну получше стал переболела там несколько дней еще но две недели примерно так и кровать не отпускал меня я уже схему перенабрала и вот в кровать как-то был по мягко хорошо более-менее нормально видимо может просто диван такой же скалат вот как-то вот да еще эти кресла перетаскиваю люблю на веранде вышивать когда лето хорошо так удобно уютно и там кстати на диване вот там удобно вышивать на том диване сидя вытянув ноги но в этом году не не успела так посидеть с теми держателями то я сидела именно с новым не успела не попробовали вот так самое необычное место в котором вы занимались вышивкой поликлиник стоматологии может быть это тоже то поехали с сыном и мне надо было зуб лечить ему первый он пошел вот и я сидела там ждала его пока я вышивала как бы немножко сама успокоилась но и время прошло для меня незаметно в ожидании потом обычно и как многие так тоже вышивают в машине последнее время честно скажу этот год мало машине вышивала даже не помню чтобы я брала с собой выше где-то в этом году как-то получилось мало ездили поездок таких длительных тоже не было вот а так я до всегда брала раньше вышивку с собой вот и выше вот в машине в такси когда едешь вот к дочерям в екатеринбург восемь часов летом так когда что-то я ездила когда летом тоже было да да мы ездили с очередь там световой день длиннее как-то хорошо вышивать ну и зависит знаете чего наполнением если успела сесть перед ним в машине впереди да с водителем то будешь вышивать если сзади то там тоже некомфортно всегда был бывает что некомфортно и еще вот световой день зимой короткий если например едешь в такое вот время в ноябре да как я прошлый год ездила то максимум 45 до 4 до 5 типа вышивала все дальше там ты едешь уже в темноте уже все не до вышивки так ну еще где больше по вроде как таких мест необычных то и не было больше никаких чтобы где-то там в самом необычном на дерево точно не лазила уж его не пробовал еще вот так так что еще самое так от чего вы получаете большое удовольствие от процесса или результата я получаю удовольствие знаете когда когда например получил набор посмотрел его развернул да я люблю вскрывать свои наборы большая часть меня вскрыты посмотреть ниточки понюхать потрогать хочется очень сильно начать вот немножко мне не нравится сама подготовка к вышивке вот это вот все не особенно где-то нитки разбирать надо время да но люблю начинать вот уже когда все готово сел начал вот как говорят о скоме но сбил прям все прям такое настроение хорошее да вот это я люблю потом сам процесс мне тоже нравится процесс когда ты тыкая иголкой в клеточке вдруг видишь начинает появляться например ангел или начинает появляться какая-то природа что-то еще животные какие-то такое ощущение что ты не иголочка а именно как бы кисточкой что я рисуешь какой-то рисунок потихоньку медленно но потихоньку он появляется ну и то есть вот этот процесс мне нравится но и обязательно для меня важен чтобы был результат когда у меня там да мне много там начатых процессов лежит как бы сказать душу не тянут но мне хочется скорее закончить чтобы увидеть результаты и мне нравится чтобы этот результат больше был на стене конечно вот последнее время что там я мало стала оформлять работ все это с весны началось как раз когда все закрыли ничего не работало но и все и понеслось времени потом не было и так одно за другим и все в этом году как-то я раньше всегда так закончила поехала оформила потихоньку ничего не накапливал сейчас либо купила рамочку хорошую где-то что-то повезло то и оформил в этом на что-то вообще не рамочки внимание обращаем не было возможностей же говорю даже магнитогорска были весной больше не ездили раньше как-то часто там бывали нужно то еще что-то вот как-то вот постоянно что-то надо было гости ездили в этом году никак никуда видимо такой год вот и мне нравится уже оформленная работа когда она висит и я могу на нее смотреть хоть время от времени да когда конечно вот бывает такое закончил работу выдохнула ну правда какой-то еще немножко какая-то пустота первое время на присутствует да такой вот как мне сегодня процессор не надо вышивать как-то вот все не по себе да бывает такое а потом уже какой-то момент и интерес к этому работе теряешь бывает такое да результат есть все как бы сделано особенно когда оформлено все но иногда бывает ложусь на диван где в зале где у меня работа большинстве своими висят и рассматриваю их по сторонам лежу вот просто отдыхаю и рассматриваю их все свои работы вот так что мне нравится и процесс и результат обязательно должен быть такого чтоб не там единственное что если мне может что-то процесс вышивать как-то работа не комфортно что-то не нравится как шоколадная ночь мне лежит уже года два что ли вот ну как-то не тянет к ней не результат не процесс мне никак не вдохновит такое тоже бывает вот так 11 просто идеальный процесс это любимая основа нитки техника цветовая гамма размер полный частичная зашивка значит любимый процесс это ну естественно нравится основа вообще конечно основа мне там свайгард гамма или что вот именно как бы в отношении аиды мне все равно на какое канве вышивать хотя в последнее время вот эти канва гамма что то мне как-то немножко подбешивать что ли стала особенно когда процесс закончен ее надо стирать и гладить она становится как дубово в этот последний раз я не я забываю купить ну болела я и можно сказать толком то нигде не было да и забываю вот есть даже здесь местными магазинах хожу купить ополаскиватель кончился и все это последний процесс и вот я всегда в ополаскиватель стираю и даже гаммская канва тогда становится мягко это вот они стали они дубовые гладите хотя утюг с отпаривателем туда заливая вот эту купленную воду магните она хорошо отпаривает и все равно не тот результат какой-то на это последний процесс который вот я надеюсь уже а нет я наверно выйди видео это выпущу потом уже будет процесс законченной скорее всего подсолнухи вот канва там я конечно видео расскажу но какая-то странная пятнами как будто вылины вылинила меч местами это гаммовская и да вот так поэтому скорее всего основа как бы мне больше нравится конечно основа равномерка там мне нравится вышивать хотя разметку мне там сложнее делает но крестики мне кажется там какие-то красивые может просто кажется ну и нитки там не перетираются по по основе они они даже на все-таки жесткая нитки трутся если они у него не особо хорошего качества то перетирается постоянно потом игла конечно да иглы если у меня например так я остановилась тут еще не вычеркиваю игла например я вот смотрю если начинает нитка путаться я начинаю менять иглы если не помогает значит от все таки что-то с нитками вот поэтому тут наверное игла тоже как-то роль играет так техник нитки нитки конечно роль играют да когда качественный вышиваешь удовольствие получаешь больше хотя конечно я и из хайс вышиваю как бы не слишком придирчивая к ниткам наверное я до хорошего качества конечно нитки нравятся но раз нет значит нет будем вышивать тем что есть техника мне в основном если там очень много полукреста и в несколько как у диманши сложение нити мне конечно это не особо нравится мне как-то это уже нервировать начинает им процесс может затянуться у меня и как бы желание в иной раз пропадает вышивать вот именно за из-за техники вышивания полукрестом потом вышиваешь полукрестом пошел вправо закрыл пошел вправо закрыл как логично все получается а если полукрестом ты уже сидишь соображая в какую сторону куда идти как что чтобы сделать правильно вышить там по цветам особенно если когда вышиваешь все это надо как-то сидеть и соображать по этому поводу вот тут я как-то не очень люблю все-таки полукрест если его немного да как-то когда его много вот прямо поэтому набора дименшинс сюжет им не нравится но вот то что там столько этой техники намешано и особенно этот полукрест в несколько сложений нити вот это мне конечно не очень нравится вот цветовая гамма ниток она всегда цветовая гамма ниток она всегда конечно влияет на настроение яркие цветные нитки вышивать как-то приятнее чем когда серые темные однотонные какие-то там места бывают же такие темно-серые коричневые что-то такое намешано именно темно тогда уже конечно как там настроение не то если попадается например взяла сейчас прогулку по на набережной вышивала утром и вот там все у меня было такое коричневое темные моменты вот как-то их было скучно вышивать размер ну конечно размер имеет значение вышивки так чем меньше работа ты и быстрее вышиваешь получаешь больше удовольствия результат быстрый но когда ты вышиваешь конечно большой размер долгое время ты конечно много времени на него тратишь но и результат потом бывает конечно более шикарный например чем нежели маленькие процессе конечно маленькие процессики они тоже красивые интересные но и потраченное скажем так время силы труд твоим как говорят душу всю вложила в большой процесс конечно и имеет значение вот ну и удовольствие от маленьких процессов тоже мне нравится получать когда быстрый результат раз-раз вышел и вот у тебя уже что-то готовое полная или частичная зашивка ну вот как то вот здесь вот когда полная зашивка ты видишь там 30 на 40 полная зашивка да там увидел частичная зашивка там вообще не люблю право то вышивку где частичная зашивка там по принту например вот это вот я не люблю вообще частичная зашивка и тут не не знаю как это имеется в виду да что имеется в виду здесь частично если зашивается вот например там на набор в дименшинс там там например бывает некоторый момент и не зашивается ну тут можно тоже сказать что частично не зашивается но это вот некий обман самой для себя а тут не зашивается половина не вышивается думаешь а сейчас я его быстро да вот ну тут как бы сказать не могу сказать что это идеальный процесс процесс обманка называется это по большей части а вот что еще для идеального процесса на на свободное время когда те никто не дергает вот ты знаешь чтобы уж два часа сидите не встанешь но вообще два часа подряд сидеть не могу долго не надо немного оторваться глаза чтобы отдыхали и вставать вот но все равно чтобы тебя не дергал в этот момент никто вот для меня отдельный процесс и еще здесь влияет освещение освещение должно быть хорошая для меня сейчас это важно вот наверное это все есть идеальный процесс можно ли доверять вышивальщицы двенадцатый вопрос когда она говорит что больше не буду хомячить разводить кучу процесс до вышивая вот это вот и больше не никогда не вертим вышивальщицы которая это говорит я не могу сказать что она врет она обманывает сама себя в этом случае что она никогда больше ничего покупать и стоит это сказать как ты тут же натыкаешься на какой-нибудь очень интересный сюжет и начинается в этот момент хочу не могу поэтому говорить больше не буду хомячить верить в это вообще не надо не стоит тут ты как бы обманываешь сама себя и всех окружающих также нельзя верить в этот момент садового садоводом огородником когда они говорят что на следующий год они не будут много сажать покупать вот например как я цветов больше не будут столько сажать тоже в это верить тоже нельзя вот это одинаково всю я думаю тут и вязальщицы если будут такое говорить что-нибудь больше пряж там покупать и все такое тоже этим людям вообще нельзя верить нельзя верить вышивальщицам вязальщицам рукодельницам и садоводом огородником цветоводом тоже вот когда говоришь что не будешь кучу процессов разводить ну можно найти где-то минут пять в это верить потом все в одном видео можно сказать все я вот это вышиваю больше не буду ничего разводить я не люблю ничего разводить а на следующее видео вышивальщица покажет как она начала еще 10 стартов ну это вот как вот в это верить конечно нельзя вот я вот тоже тут думала что больше не буду но не получается а вот тем более до вышивать вот это и все и больше не не нет такого вообще никогда не говорила не 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 что вообще не вышивать не такого нет такого это вот пока болела всякая вот ерунда в голову лезла потом прошло все слава вместе с болезнью улетучилась дальше 13 последний вопрос если не вышивка тогда что спорт путешествие кулинарии телевизор алкоголь к голям никогда не увлекалась конечно телевизор как-то я редко смотрю потому что может смотрит иногда фильмы какие-то повод последний на буквально после болезни несколько недель стал смотреть а так все с телефоном то youtube то там что никакие сериал то еще что-нибудь нет как бы чтобы только телевизор смотреть такого нет кулинарии ой вообще вот честно сказать мне приходится только готовить что за сезон да что вот этот где-то май там октябрь что мне даже вот зимой ничего не хочется ни готовить ни печь хотя конечно я все это делаю но точно как хобби это у меня точно не будет увлечением никогда вот дальше спортом не люблю заниматься с детства терпеть него спорт лыжи ненавижу на коньках каталась в это я точно не вдарюсь но раньше когда я не вышивала я занималась рукоделием шитью вязание что-то такое мастерила постоянно что-то делал что-то придумал я раньше как было жила без вышивки не переживала да и чем-то вот постоянно занималась так что если не вышивка то что-нибудь другое точно будет может снова буду шить много или вязать много или что-нибудь ободки опять начну шить тоже увлекательный процесс если кто не пробовал попробуйте вот потом кучу куда их девать только когда уже там продала раздарила вот это тоже конечно увлекательно интересный процесс тоже кстати говоря затратный те кто бисером занимался там бусины поймет конечно да чем угодно можно заниматься как бы наши руки не для скуки поэтому не знаю пока пока не вышивка ее слишком у меня слишком много наборов поэтому пока надеюсь будет вышивка все остальное тоже вот ну что я немного повышевал сколько этом крестиков сделал пока болтал 90 вот как-то интересно когда по телефону разговариваю если это может дочерью и час проболтай да то я спокойно вышиваю и быстро и хорошо как-то не отвлекаясь про процессе разговора там еще конечно слушать приходится вот то что приходится но слушай что там еще да что то что рассказать а может поэтому я как-то больше вышивая когда же теги снимаю болталки у меня как-то с вышивкой не очень идет начинаю путаться потому что тут надо как-то наверное все таки и подумать и сказать чтобы что подумать что сказать вот поэтому как-то затягивается процесс этот вот так так что вроде все я ответила не знаю получилось на этом все спасибо всем за вам за внимание спасибо за ваши комментарии лайки и дизлайки на этом все встретимся с вами в следующем видео всем пока пока